В Искаменогорске в эти дни начала свою работу уникальная экспозиция. Ее автор художник, который взял кисть в руки только в 80 лет. А сейчас к юбилею победы он открывает уже четвертую персональную выставку. Липат Семин, фронтовик, прошедший всю войну, умеет видеть прекрасное. Агентство Хабар говорит ветерану, спасибо за победу. Липат Семин сегодня принимает поздравления. Он целый год готовился к этой выставке и представил здесь около 50 работ. На каждой красивые пейзажи – великолепная природа казахстанского Алтая. Ветеран признается, во время войны прошагал пол Европы, но краше родных мест не встречал. Ну, лучшее, как в Казахстане, сейчас нигде не найдешь. И красивее в Восточном Казахстане вообще не найдешь. За плечами у фронтовика – Сталинградская битва, освобождение Ростова, Донбасса, Севастополя. А потом Белоруссия, Польша, Восточная Пруссия. Дважды был ранен. В первый раз с пробитым плечом пешком шел в госпиталь зимой около 70 километров. Во второй раз была контузия. Оглох, анимел. Фронт стал называться дальше Южным, Донбасс освобождать. И в мой танк попала бомба, контузия. Весь экипаж погиб, я опять выжил. Здорово живущий. Пришлось заново учиться говорить. Переживал, девушки не посмотрят, смеется ветеран. Женился он уже после войны. По традиции посадил деревья, воспитал четырех дочерей, растит внучек и правнучек. И уже пять домов за свою жизнь построил. Этот, как памятник жене. После ее смерти решил украсить дом резьбой. Ремеслом увлекся настолько, что сделал своими руками всю мебель в доме. Когда что любишь, никакого терпения нет. А в 80 лет решил рисовать. Преуспел и здесь. Теперь передает свои навыки правнучке Полине. Сам сделал для нее мольберт, подарил кисти, краски. Малышку от художеств не оторвать. Она уверена, у нее лучший в мире прадед. У меня дедушка хороший, он у меня добрый. Мы с ним, когда идем в магазин, он мне покупает за раз 10 порций мороженого. Он нас с моей сестрой, младшей Викой, учит рисовать. Я горжусь своим дедом. Гордятся ветеранам и его дочери. У него всегда есть чем заняться. У него планы расписаны, наверное, на год вперед. Вот прошлой осенью еще он перекопал тут у нас весь огород. Подготовил все к весне. Теперь Липат Петрович ждет 9 мая. Готовится к параду и принимает поздравления. Одним из первых свой подарок – телевизор. Ему вручило агентство Хабар. Чтобы активный ветеран был в курсе всех новостей в стране. Анна Лисенберзина, Аслан Тулепов, Усть-Каменогорск.